Каширский район расположен почти в центре Воронежской области. В его состав входят 14 муниципальных образований, в том числе и посёлок Колодезный. Сейчас здесь проживает порядка 7 тысяч человек. Ещё в середине прошлого века здесь ничего не было, но вскоре из соседних сёл сюда пригнали крестьян с лопатами и тачками строить железную дорогу. Был такой воронежский предприниматель, который впервые ещё хотел соединить вот эти губернии, нашу воронежскую, ростовскую, московскую. И он первый предложил сделать узкоколейку железную дорогу. Ну и, конечно, около каждого поселения ставили станции. Рабочих нужно было расселять, и тогда на месте железнодорожной станции Олень-Колодезянская образовались первые бараки. После запуска юго-восточной железной дороги Москва-Ростов был открытый полустанок. В 1887-м здесь насчитывалось 36 жителей. Теперь от бараков не осталось и следа. Они исчезли ещё в 1900 году. В этом же году станция обросла посёлком и прозвали его Колодезный. Бытует мнение, что такое название посёлок получил не случайно. Станция Колодезная находится в середине пути, между Воронежем и Лисками. По ней ходили паровозы, топились дровами и заправлялись водой. Только воды им хватало как раз до середины пути, то есть до станции Колодезной. На станции останавливались составы, совершали заправку и ехали дальше в Лиске. Со временем значение и грузооборот станции значительно вырос. В связи с этим и увеличилась численность жителей. Достопримечательность того времени – дореволюционное здание вокзала, сохранившееся до наших дней. В годы войны около станции Колодезной располагался военный госпиталь. Большая часть населения работала или санитарами, или врачами. Принимали и спасали раненых, и хоронили павших солдат. Со всех фронтов проезжали поезда, сами понимаете, всех и мёртвых, и живых. Поэтому у нас не памятник, а братская могила. До сих пор поисковики находят кто-то своих родственников, которые именно захоронены у нас здесь. После военные годы хорошо помнит коренная жительница Юлия Нечаева. Ей 81 год. Всю жизнь проработала на здешнем элеваторе заведующей лабораторией контроля зерновых культур. Этот элеватор по-прежнему стоит неподалёку от ЖД вокзала. Раньше в Каширском районе выращивали не только зерно на экспорт, ещё и ячмень, подсолнечник и горох. По словам Юлии Григорьевны, для многих в посёлке работа в поле была основным видом деятельности в то время. Наше дело было хранить зерно. Врач лечит человека, а я на своей работе лечила зерно, чтобы оно сохранилось. Это же тоже живой организм. Букашки едят, если влага попадёт, испортится. Если много сор, там солома, да, тоже портится. Поэтому, значит, моя цель была со своим штатом. И вообще весь элеватор работал на то, чтобы принять, переработать. И потом отгрузить уже по назначению. Грузили мы куда? На мельницу, в основном, в Воронеж. Но мы грузили за границу. Это нам даже давали премию. Потом, значит, привалкик много грузили. Это в основном пшеница. Платили за такой труд совсем немного. Потому и пенсия у Нечаевой сейчас совсем небольшая. Хотя отдала она этому делу всю свою жизнь. Но Юлия Григорьевна не сетует на то, что эпоха развитого социализма подошла к концу. Наоборот, благодарит то время за то, что смогла получить жильё от государства и вырастить двоих сыновей. Я, например, когда приехала работать, было 345 рублей. Это, ну, ниже некуда. Потом через полгода или через год стали 600 давать. Это тоже низкое. Ну, потом постепенно 700-800. И дошло до 900. И на этом, потом, значит, поменялись деньги. Было не 900, а 90. И на этом застопорилось всё. Очень низкое. Нигде такой зарплаты не было. Потому что почему-то элеваторы мало получали. Все. Теперь в основном все работают на частных предприятиях. Землю здесь выкупили агрохолдинги. Расположился тут и маслоперерабатывающий завод. Один из крупнейших в стране. Среди здешних старожилов здесь очень много рукодельниц и художников. В стенах Дома культуры уютно расположился краеведческий музей. Помещение, правда, небольшое, но в планах у его хранителей переезд в более просторное место. В здешней школе учатся 600 учеников. Они с удовольствием посещают этот музей. Когда образовался наш музей, у нас прям сразу школа. Краеведение. Дети с первого класса и старшей класса. Вот этот урок краеведения очень часто у нас здесь проводят учителя. Детям очень интересно. Здесь бережно хранятся самовары, гончарные изделия ручной работы, вышивки и различная кухонная утварь, отражающая исконно русскую культуру. По словам Веры Ивановны, сюда передают даже семейные реликвии. Это называется мерки. Если вот старые люди увидят, они вспомнят. И это давалось в приданной каждой девушке в деревне. Почему? Когда развивались колхозы, раньше же не давали денежные вознаграждения, зарплаты. Раньше давали как? На трудодни давали зерно, хлеб. И вот этими мерками они мерили. Вот этой меркой мерили более мелкий, там, прос или что-то такое. Подобные вещи создавались вручную и только из натуральных тканей. Берётся тоненький тростник, тростник сушат, вялят. Потом его скручивают в жгуты. И эти жгуты потом уже связывают плотной ниткой. А так это камыш или тростник. Сейчас посёлок Колодезный принято считать крупным аграрным центром области. Агропромышленные предприятия посёлка занимаются выращиванием зерновых, подсолнечника и кормовых культур. На переработке собранного урожая заняты местный элеватор, зернохранилище и маслобойня. Ключевым звеном этого комплекса по-прежнему является грузовая станция железной дороги Колодезная. Потому как большая часть продукции отправляется в большие города для дальнейшей переработки. Раньше здесь работала ещё и птицефабрика, из-за которой в домах у жителей испортилась питьевая вода. Пока эта проблема остаётся актуальной до сих пор, а местная администрация надеется на скорейшее её решение.